Крупнейший в мире парусник Седов причалил в Санкт-Петербурге, откуда больше года назад начал свое первое кругосветное путешествие. Барк 1921 года постройки прошел около полусотни тысяч миль. Несколько раз пересек экватор. На Седове путешествовал огонь Казанской универсиады. Наш корреспондент Виталий Лукашев встречал команду. Сотни людей на набережной Невы. Трудно пропустить такое зрелище. Один из самых больших парусников в мире возвращается домой. Впервые почти за 100 лет Барк Седов совершил такое грандиозное путешествие. Вокруг света за 14 месяцев пройдено почти 85 тысяч километров. Веренный моему командованию учебный четырехмассовый Барк Седов, завершив кругосветное вкладывание. Позади мыс Горн, мыс Доброй Надежды, четырежды пересеченный экватор, десятки стран и портов, полторы сотни тысяч гостей, туристов и официальных делегаций. Огонь универсиады, который Седов шесть месяцев вез из Франции во Владивосток. Настоящая школа жизни для 330 курсантов морских училищ со всей страны. Самое запоминающееся, это, конечно, парусные обралы. Это когда весь курсантский состав и палубная команда выскакивает на палубу, ну, отдают паруса, все руками своими, никакой автоматики у нас. В кубриках, не сказать, что очень просторных, сегодня впервые за 14 месяцев царит беспорядок. 22 человека живут в нашей области. А когда вот обходы капитанские, то вообще кубри просто. Следом за курсантами по трапу сходят музыканты из мумий тролля. Все это время группа провела на барке, отлучались лишь на концерты и съемки. Такой вот творческий проект. Кругосветка, во время которой снял целый фильм и записан новый альбом группы. Жизнь рок-группы, она, в принципе, похожа где-то на такое кругосветное плавание. Обещание закончить альбом во время кругосветки, оно сработало, потому что у меня тоже были сомнения, сможем ли мы действительно это сделать. Смогли. Уже завтра Барк Седов отправится в ремонт. Для 90-летнего корабля кругосветка стала большим испытанием. Ну, а будущие моряки начнут разъезжаться по домам. Шутка ли? Больше года родных не видели. Но сегодня в их жизни произойдет еще одно запоминающееся событие. Настоящий морской бал и награждение участников похода. Виталий Лукашев, Алексей Сосырин и Дмитрий Лукашевич. Вести. Петербург.